Дорогие друзья, Московский Дом Книги, как всегда, в прямом эфире продолжает знакомить вас новинками литературы. Сегодня у нас в гостях будет Эльзира Карагузина. Мы поговорим про ее книгу «Выпечка» — это просто вот она. И поскольку у меня в руках книга, вы можете догадаться, что я сегодня нахожусь уже в локации нашего главного магазина на Новом Арбате. Это значит, что все наши магазины открыты, и если вы скучали по этим прекрасным прогулкам, то мы будем очень рады вас видеть. Сегодня у нас не просто встреча, у нас будет мастер-класс от замечательных и талантливых кондитеров. И сегодня, поскольку у нас совсем недавно, буквально вчера, был День защиты детей. Здравствуйте! 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 Сейчас я немного поверну. Ага. Так, а себя-то не видно будет. Обычно мы всегда с первым, поэтому как-то будет удобно. Так, как бы сделать, чтобы было вот таким образом. Вот, может. Если что, повыше станешь. Всем здравствуйте! Здравствуйте! Добрый день! Мы очень рады приветствовать вас в нашем эфире. Большое спасибо, что согласились принять в нем участие. Я уже сказала, кто у нас сегодня в гостях, но у нас как раз недавно был День защиты детей, и сегодня у нас маленькая гостья, которая, как я понимаю, приняла непосредственное участие в приготовлении этой книги. Ваша дочь Адель, да, все правильно? Да, все верно. Смотрите, да, у нас сегодня будет мастер-класс, и я предлагаю, как мы сейчас делаем, кто уже просто присоединялся к нам на пробном эфире, тот в курсе, но для тех, кто ждал 6 часов, чтобы непосредственно во все это погрузиться, я сейчас отключу комментарии, и мы перейдем непосредственно к мастер-классу. Это не значит, что мы не будем ждать ваших вопросов. Как только мы закончим с приготовлением вкусняшек, мы обязательно откроем комментарии, и уже перейдем к непосредственно вопросам от зрителей. Так, вуаля, все сделано, и я думаю, мы можем, наверное, начинать, если вы готовы. Мы сразу начнем с приготовления, и немножко про книгу рассказать. Смотрите, вы можете, вас не будет отвлекать, если вы будете готовить, а я буду задавать вам параллельно вопросы относительно того, как вы делали эту книгу, как она появилась на свет, и какое, конечно, участие. Все-таки тогда лучше вначале поговорить спокойно, а потом начать готовить. Хорошо. Смотрите, у меня такой вопрос. В начале вашей книги вы говорили о том, что ваша дочь принимала непосредственное участие в создании этой книги. И у меня вопрос. Она, Адель, ты сама все делала, или мама тебе помогала, или ты просто все от начала до конца делала сама, мама только наблюдала? Или мама вообще даже и не наблюдала, а потом просто пробовала и такая, нормально? Как было? Она снимала с меня. Пристань погромче, расскажи, давай. Что-то нас не видно получается. Давай. Ну, там меня мама не помогала иногда, но все остальное я сама делала. Мама меня снимала. Главная задача мамы была снять ребенка, потому что было понятно, что это приготовила она. Она готовила, я ей давала рецепт, она готовила, я ее снимала. Спасибо большое. Для тех, кто, возможно, не очень в курсе вашей творческой карьеры, расскажите о том, как вы вообще увлеклись кулинарией и, конечно же, именно выпечкой. Про увлечение фотографий тоже, конечно, будет очень интересно слышать. Так, ну, это получилось, так скажем, совершенно случайно. Случайно вышло в декрет и стало скучновато. Затучила свой чекло второй, и мне как-то стало скучно. Думаю, чем-то нет. И как раз увидела красивую фотографию кэнди-бара. Ну, думаю, все, вот, буду этим заниматься. Но готовить-то я умела, но фотографировать не очень. Достала с дальней полки мужа-фотоаппарат, начала снимать. Вначале думала, что будет шедевр, но получилась какая-то юрда. И постепенно научилась, поняла, что дело в фоне, в красивом блюде. И уже где-то через месяц у меня начали получаться красивые фотографии, за которые даже сейчас не стыдно мне. И постепенно начала знакомой говорить, что я пеку на заказ, начала печь. Каждую цену ставила такую маленькую, что получалось, что работало больше будто к себе. Ее муж частенько говорил, что это перекачивание денежных средств с его кармана в мой. Потому что он покупал продукты, я готовила, а деньги полностью забирала себе. Получается, ну, вроде как складывался, а деньги шли мне. Ну, вот постепенно пошло-поехало, пошли заказы. И когда уже родила второго сына, он сказал, так, давай-ка спи по ночам, потому что кондитеры, как правило, они ночью пекут, днем такие, как, я не знаю, такие ошарашенные ходят, уставшие, а ночью пекут. Вот он сказал, давай-ка спи по ночам нормальные. И когда я как раз открыла для себя инстаграм, это было 2014 год, и вот постепенно начали меня приглашать на мастер-классы и предложили написать книгу. Мы очень рады, да, что книга вышла. Я хочу сказать, что выглядит она просто роскошно, если честно, и шикарные просто фотографии. Адель, а ты когда увлеклась выпечкой? Ты встань, расскажи, не видно. Когда? Что первое ты приготовила? Помнишь, да? Торт на день рождения моего друга. Какой он был? Что за торт? Да, помнишь, да, помнишь? Угу. Да. На день рождения, нас на день рождения сказали, что свой подарок – это торт. Она говорит, друг мой, тем более он там у нее был самый близкий друг, она говорит, друг мой, я готовлю торт я. И она приготовила, и как раз все хорошо получилось. Единственное, выравнивать было тяжеловато, но она справилась. С такой гордостью она несла этот торт своему другу. Но он довольно-таки сложный был, потому что там был бисквит, крем и начинка вишневая была. То есть не только там бисквит и крем, он довольно-таки сложный был. Вот так вот. Просто, да, вы говорите, сложно было делать выравнивание, и тут у нас снова хэштег, у кого руки не из плеч. Просто даже хочется задать такой вопрос. Вы книгу свою позиционируете как книгу для человека, который начинает свою карьеру, так сказать, в выпечке. Говорите, что рецепты простые, и дочка ваша, по-моему, прекрасный пример, что она действительно все может сделать сама. Но когда вы составляли книгу, выбирали рецепты, поскольку вы профессионал, как вы понимали, что это действительно тот рецепт, который даже новичок сделает? То есть вы же, понятно, огромное количество рецептов, и сразу какие-то вот они должны были отсеиваться. Вот немного такого бэкстейджа по именно подбору материалов. Вот, например, ну, смотрите, простой пыль, это когда бисквит, крем, ну, еще какую-то, можно маленькую прослойку добавить. Но я старалась делать только бисквит, крем, но все равно где-то прослоечка в рецептах была, и яйца потом изготовить. Вот этот вот форм, изначально, вот здесь я сейчас покажу, очень красивый. Вот рисунок есть в этой книге, но он в итоге не пошел. Рецепт не пошел в книгу, потому что я при сборке собирала. Вот, сейчас ты не собирала? Расскажи, как это было, видимо. Выкладывала, да. Самое сложное, выносить вот эту малинку. Довольно-таки сложно. Я помню, она психовала, нервничала. Это мы еще снимали с фотографом, с видеографом. И уже когда я начала отправлять рецепт редакторам, я поняла, что рецепт сложный, и решили его отложить. И вот сейчас у нас многие спрашивают, где этот рецепт. А этот рецепт я теперь даю на мастер-классы. Получилось, что Адель приготовила, а я теперь его даю на мастер-классы. Все-таки решила, что он сложновато, есть для книги. Спасибо большое. Я думаю, мы немного уже погрузились в атмосферу выпечки и немного познакомились с вашей книгой. Я предлагаю перейти сейчас непосредственно к мастер-классу и потом возможность уже ответить на вопросы от зрителей. Так, ну я изначально расскажу про это печенье. Оно у нас самое-самое популярное. Мне кажется, если говорят, что вот Эльзира, например, для Адель ассоциируют сразу с печеньем. По крайней мере, обуфе. Потому что на все ярмарки, на дни рождения, друзьям, на пикники мы носим вот в такое печенье. Печенье на палочке. Начинку можно приготовить любую. Адель, расскажи, какие начинки. Абрикосы. Можно яблочко, например. У кого-то есть аллергия на нутеллу, вы можете заменить на абрикосы. Сегодня мы приготовим с абрикосами. Вот они, консервированные. Можно попробовать свежие, кстати. И приготовим с нутеллой. Тесто у нас мы заранее приготовили, потому что мы писали, что вот тесто надо приготовить заранее, иначе придется долго ждать. Вот, поэтому тесто у нас готово. Расскажу немножко про тесто. Давай, расскажи. Надо муку смешать с солью, потом добавить врезанную на курицу, вынесить крошку, а потом мешать туда постепенно добавлять тёплую воду. Не тёплую, а холодную воду. Ледяную воду, да. То есть нам надо, чтобы масло наше не растаяло. Масло должно быть ледяное, холодное. Мы сделаем крошку из муки и масла, и потом уже добавляем в конце жёлтого воду. Получается, тесто раскатываем его толщиной примерно 2 мм. Сейчас покажу. Сейчас покажу. Течение. Так, ну вот оно. Так, как бы, я прям так вижу, как-то не очень хорошо. Хорошо, сейчас я вам не нашу. Камеру, мне кажется, как-то вот. Плохо видно. Нет, лучше не стало. Итак, смотрите, мы раскатали. Мы раскатали. Тесто. Вот оно, таким образом. Толщина примерно, ну, сколько миллиметров? Миллиметр два, наверное. Да, где-то два миллиметра. Теперь мы должны перезать круги. Диаметром 80 метров. 80 метров, да? Берём резаки. Так, крикленький, если нет резаков, можно использовать стакан. Да, вот у нас вот такие резаки. Любимая игрушка детей. Я сейчас камеру переверну, потому что я прикрепила на штатив неподаленную. На штатив неподаленную. Я не могу вам показать. Получилось здесь? Ну, тут снаряд. Вот. Вот так, мне кажется, будет лучше. Кто-то готовится? А, у нас комментарии отключены. Хотела спросить, кто-то готовится с нами или нет? Ставьте сердечки, кто готовит, и мы увидим поток. Обычно 8, да? Нам надо 8. Давай, вот смотри, 6 вполне достаточно. У нас абрикосы такие маленькие. Для абрикосов сделаем поменьше. Да, вот такую для абрикосов. Вот, мы вырезаем круги. Мы вырезаем круги. Как можно ближе к друг дружке. Давай я тогда с этой стороны начну. Давай я тогда. Делаю, чтобы быстрее. Адрикосы. Долу немножко выкину. Те, которые с нутеллой, у нас будут примерно диаметром 7 сантиметров. Диаметром 7 сантиметров. С абрикосом сколько? Пять с половиной. Пять с половиной. Ну, все, достаточно. Еще нам понадобятся палочки. Да, понадобятся палочки. Адрикосия у нас палочки. Что-то мы сейчас скажем, да, поделимся на курадину. Так, ну ладно, я сейчас тогда принесу другие палочки для мороженого. Ты пока рассказывай. Ты пока рассказывай. Так, ну смотрите, нам нужны будут вот такие палочки. Если у вас палочек нет, тогда готовьте без палочек. Это будет просто такое печенье, обычное, но с начинкой. Бывают палочки, но такие пластиковые, их использовать нельзя. Нам нужны деревянные термостойки. А такие палочки можно купить в кондитерском магазине, да? Да, они продаются в кондитерском магазине. Еще подходят палочки для мороженого. Если у вас так вышло, что вам достались палочки для мороженого, можно их использовать. Так, ну что? Ну что? Давай вот здесь тоже лишнее удерить. Лишнее удерить. А, ну да, помещается. Ты что, в прошлый раз не делала собрекос? А, смотри, мы с тобой поменьше распределили. Мы делали, но вам не делали. Да, мы делали, но тебе не досталось. Вот теперь надо смазать желтком, чтобы лучше скрепилось. А, давай, рассказывай. Вот, это что? Я достану. Ну, Теллу лучше ненадолго убрать в холодильник. Если она будет прям супер растаявшая, будет неудобно. Если сильно запустеет, тоже тяжело. Хорошо слепилось. Вот ты по бокам только можешь. Так же по бокам только. Давай, вот здесь сбоку только. Троненьким сломаном. Берем небольшую, маленькую лиску. Лучше даже взять две. И вот второе вот таким образом. Выкладываем. Вы, кстати, все может не сматывать. Мы же еще будем накрывать. Так, ну все. И теперь, смотри, абрикосы восьмой. Давай, давай, да, давай эти стены. Про палочки расскажу. Можно теперь, ну, где-то, посередине поставить палочку. Сейчас их просто переставим сразу. Смотрите, берем противень. Конечно, сейчас вот на данный момент не совсем удобно все это делать, потому что надо все это делать на камеру. Нам надо уместить и тесто, и начинку, и противень. Давай, так? Переложу. Ну, когда вы готовите дома, вам будет удобно. Скажите, а еще какие варианты начинки для этих печеней вы пробовали? Яблоко можно, но яблоко надо порезать мелко и немножко на массу с сахаром потушить. Давай сюда. Руку гоня. Я послал? Руку гоня. Так, ну, дальше ставь, дальше. Нужно второй, второй половинкой накрывать. Да, теперь накрываем второй половинкой. И рассказывай. И потом билочкой край протыкать. Протыкать. Так, берем билку. Покажи. Можно в муку макнуть билочку. Ну, вроде же нормально. Молодец. Справляешься, да? Решается? Да, вот так немножко. То есть мы, получается, склеиваем таким образом две половинки, и у нас получается красивая ткань. Так, давай теперь это тоже сделаем. Ну, не важно. Адель говорит, здесь Нутелла выступает. Ничего страшного, если где-то даже Нутелла выступает, то она выступает. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Пока вы в процессе склейки печенья, скажите, у вас есть любимый рецепт вот из вашей новой книги? Любимый рецепт из нашей новой книги? Печеньки на палочках. А, вот она говорит, печеньки на палочках. Печеньки на палочках. Так что, ну, мне помню, шарики нравятся. Это очень первый рецепт готовый. Мне больше нравится то, что просто и быстро готовится. Давай я тогда тебе вот с этим помогу. Можно помочь? Можно помочь. Хорошо. Скажите, а у вас бывает такая ситуация, что что-то не получилось с первого раза, когда пробуете новый рецепт? Потому что просто глядя на те фотографии, которые есть в книге, как-то очень сложно поверить в то, что у вас может что-то не получиться. Азат, что у меня может не получиться? Макаронс. Макаронс, он говорит. Макаронс, это я даже сейчас вам принесу. Сейчас очень. Это вот такие пирожные французские. На миндальной муке. Вот они. Но они, получается, у меня я уже приготовила где-то 50 партий. И вот только, они только-только начали получаться. То у них юбочки неправильно, то они, получается, какие-то кривые, то внутри пустые. Каждый раз была какая-то проблема, но я почти победила. Вы просто говорите, действительно, кулинария – это как искусство. Потому что для человека, у которого максимум каких-то таких кулинарных возможностей – это шарлотка, то у меня, конечно, совершенно другие критерии относительно приготовления десерта. Это должно быть вкусно. Если это плохо выкритит, то там просто всё взбитыми сливками сверху можно залить. И, в принципе, как бы я уже почему-то думаю, что я молодец. Скажите, а какие можете дать советы для тех, кто действительно вот что-то пробует, но и никак не получается? То есть у каждого, наверное, есть такой какой-то рецепт, уже когда начинаешь готовить, ну, какое-то время уже что-то у тебя получается, что-то идёт хорошо. И думаешь, вот всегда хотел там домашний Наполеон. И вот сколько ты его не делаешь, ну, это прям никакие взбитые сливки не помогут. Ну, с Наполеоном попроще, конечно, а что там может не получиться? Я вас уверяю, я вас могу у тебя пить. Ну, как каким-то образом задекорировать-то? А что там может не получиться, я бы расскажи? Ну, у меня с этим вообще очень сложно. То есть любое тесто, оно превращается в кирпич. А-а, ну, значит, вы пересушиваете. Значит, вы пересушиваете. Я попробую это учить, и обещаю, что если у меня когда-нибудь получится, я вас отмечу на фотографии, потому что это я выложу стопроцентно. Это будет такая какая-то стрёмная фотография. Так что вы знаете, что если вас на таком отметят, то это я всё-таки справилась с пересушенным тестом. А вот Адель говорит, либо муки много добавляете. Что это? А скажите, вообще, когда вот берёшь рецепт, я уже помню, что в вашей книге вы пишете о том, что, я, если честно, не помню, в этой или в предыдущей вы об этом говорили, что нужно использовать точную меру. То есть никаких измерений стаканами лучше не использовать. А уже когда действительно так много готовишь, это до сих пор так же важно. Но я не говорю про какие-то такие ингредиенты, которые нужно добавлять, там, 5 грамм, 10. Ну, что-то вот такое простое уже делаете на глазок? Или считаете, что вот профессионализм, он должен вот в каждом шаге быть? Нет-нет, всё-таки на глазок я не делаю. Понимаете, если я сделаю на глазок, это значит, я рецепт не смогу написать. А мне важно, просто так я никакой десерт готовить не буду. То есть либо я это готовлю для книги, соответственно, мне нужны конкретные граммовки. Либо я готовлю это для мастер-классов для своих живых, либо это для вебинаров. То есть мне надо конкретно знать граммовку, либо для Инстаграма, для бесплатно. Хорошо. Так, пока я жаловалась на свои кулинарные способности, вы уже, я так понимаю, перешли к декору печенья. Да, Адель, расскажи, каким образом. Мы вырезаем куриные, сердечки, матки, звезды, задними. И потом их нужно вырезать к печенькам. Да? Все правильно. Все правильно. Берем самые простые формочки, вырезаем вырубки. Можно снежинки. Если, например, зима у нас, можно снежинки вырезать. Где у нас снежинки? А вот летняя тема бабочек сейчас вырезать. Есть снежинки, есть бабочки. Цветочки различные. Что вы вырежете? Давай бабочку. Да, давай жарочку. Так, давай теперь таким образом сдвину немножко. Мы вот это по центру поставим. Чтобы будет видно все. Вставай. Ну все, мы уже почти уфинишной прямой. Нам осталось только немножко задекорировать и покрыть жопу. Только смотрите, эти декоры надо катать чуть тоньше. То есть не 2 миллиметра, а уши. Смотри, 2 миллиметра здесь у нас будет. Остатки можно испечь вот таким образом просто. Можно еще раз сформировать и сделать несколько течений. Вот из данного количества у нас получится. Раз, два, три. 5, 9, 9, еще где-то, наверное, 3 получится, 3-4. То есть всего где-то 13 печенек выйдет из данного количества теста. Ну а мутелла у нас очень много, мы ее уже второй раз используем. Теперь расскажу насчет выпечки. Выпекаем мы при температуре 180 градусов. Выпекаем мы их в разогретой духовке. Разогреваем до 180 градусов. Примерно, наверное, минут 12-15 получится. Если у вас есть такая возможность, можно вот этот противень убрать в холодильник за полчаса. И тогда они... И тогда они симпатичны. Поэтому, если есть возможность, ставьте в холодильник и через полчаса ставьте в разогретую духовку. Примерно 15 минут. Можно есть. Можно есть теплыми, можно... Единственное, если вы едите теплыми, получается, что палочка может сломать. Ну, нельзя сломать теплые нутелли. Когда он уже остынет, тогда будет удобно есть. А еще вариант, смотрите. А, да, кстати, забыли, что надо смазать шелфтом, когда сейчас смазывают. Смажите, покажи. Полностью надо смазать шелфтом. Чтобы был красивый золотистый цвет. Каким образом мы еще... А на эти печеньки, да, это, как я сейчас нашли? В первом классе мы купили маленькие пакетики для печенья. Паковали их в пакетики, завязали красивый бантик. И она несла их в школу. Ну, у кого-то есть аллергия. Возможно, у кого-то есть аллергия на яйцо, на нутеллу. Я решила написать список ингредиентов. Ну, как-то выкладывать просто... Отправлять просто список ингредиентов неинтересно. У меня возникла такая идея. А можно же писать рецепт, красиво его оформить. Она сфотографировалась этими печеньками. Я написала список ингредиентов, которые нужны. И как приготовить. Таким образом она вручала печеньку и вручала рецепт. Это было в первом классе. В втором классе у нас было творожное печенье. В первом классе какое печенье будет? Подумала уже? Подумала уже. Нет, не подумала. Но когда она была в первом классе, ей мальчишки сказали, Аделя, приноси каждый год только такое печенье. В общем, им очень понравилось. Но мы решили, что каждый год будет новое печенье, новая фотография, новый рецепт. Спасибо большое. Я думаю, что мы уже можем открыть комментарии. Для того, чтобы к нам уже подключились. Мы посмотрели, какие вопросы есть непосредственные по книге и по вашему творчеству. Скажите, вот вы часто проводите мастер-классы. Какие самые часто повторяющиеся ошибки вы встречаете для того, чтобы просто для новичков, чтобы избежать? Так, ну, частые ошибки, как правило, крем неправильно сбивают. Либо проблемы чаще всего с выравниванием. То есть они боятся, хочется, чтобы было сразу ровно с первого раза. А это выравнивать не так-то просто. То есть надо выровнять хотя бы 10 портиков, чтобы все хорошо. Ну, они были относительно ровные. Поэтому надо тренироваться, делать для своих, делать для друзей бесплатно. Потом все можно продавать за деньги. Спасибо. Да, нам приходят вопросы по поводу как раз до рецепта. Масло для теста холодное. Да, вроде вы говорили, что холодное. Так что я запомнила, я запомнила. Как прикрепляли декор для печенья? Просто положили, и он сам прикрепился. Так что ничего особенного мы не делали. Поэтому смазала желтком. И больше поставим, если кажется. Духовка просто сейчас холодная. Спасибо большое. Да, эфир будет сохранен. И потом мы еще его зальем на YouTube, если вы не успели его посмотреть от начала и до конца. Скажите, а как вы вообще считаете, вот ваша дочь, она увлечена, я так понимаю, выпечкой. А если ребенок вообще этим не рисуется, как вы считаете, надо ли его как-то попробовать этим заинтересовать? Есть ли смысл? Я не знаю. Кто-то у нас любит рисовать, кто-то бегать, кто-то играть в игру. Если не хочется, ну, мне кажется, пусть занимается тем, что ему нравится. Зачем достану этот ребенок? Можно попросить, чтобы понять, нравится это ему или нет. Можно сказать, идем, помоги мне сделать печенье, приготовить. Подготовить тесто заранее, чтобы он все сам вымешивал. Подготовить формочки интересные. Если понравится, он будет готовить. А так, зачем это надо? А скажите, может ли человек, который никогда не готовил, готовить по рецептам из вашей книги? Да, конечно. У Адель нет как такового опыта. То есть она до этого торт собирала и зефир пару раз делала. Что еще готовила? Ну, печенька. Ну, конечно, конечно. Это очень простая книга. И, кстати, книга вроде так писалась не для детей. Я очень боялась, что подумала, что это детская книга. Для детей бы я писала по-другому. Может, какие-то рисунки были. И по-другому писала. Более понятно как-то. Может быть, с каким-то юмором. А здесь все так строго. Я боялась, что люди подумают, что это детская книга. Ну, вроде как все правильно поняли. Но при этом детям тоже бегут. И дети готовят. Говорят, ну, если Адель справилась, нам тоже. Мы тоже хотим. И дети тоже справляются. Другие. Не махи, а другие. Ну, вы знаете, вы просто когда говорите, что Адель справилась, мне кажется, в этом есть определенная хитринка такая. Потому что я спорю, она видела, как вы готовите, и могла подсмотреть какие-то фишечки уже и что-то вот прям уметь делать. Прямо про поводу человека, который первый раз тесто видит. Наверное, все-таки будет он сильнее волноваться. Тем более, рецепт поднакисан очень подробно, и каждый пункт выделялся цифрой. Один, два, три. Муж проголодался, пошел к холодильнику. За шибу встал. Вот, рецепт очень подробный, поэтому справится даже новичок. Спасибо. У нас есть еще вопрос. Скажите, пожалуйста, какие ошибки при взбивании яичных белков? Яичных белков? Смотрите, нам вначале надо начать взбивать белки. Мы, как правило, туда добавляем сахар. Но его сразу добавлять, сразу сахар добавлять нельзя. То есть мы начинаем взбивать, где-то через полминут, как будто только начинаем всыпать постепенно сахар. Можно добавлять столовыми ложками. Одну добавили, вторую, третью, четвертую. И в зависимости от того, куда нам нужна эта меренга, то есть белки, на бисквит меренгу нужна более нежная, воздушная. Для макаронцев нам нужна такая плотная меренга, ее мы взбиваем 20 минут. В зависимости от этого мы взбиваем по времени. Спасибо большое. У нас вроде как наступило лето, по погоде, конечно, не очень, скажешь, вот в Москве, по крайней мере. Сейчас, вот я надеюсь, если мы не утонемся, начнется рецепт, начнется сезон ягод. Скажите, у вас есть какой-то любимый рецепт, вот такой именно на лето? Да, есть. Я даже сейчас вам открою. Это из первой книги. Мой самый любимый рецепт, самый любимый тортик, наверное. Во-первых, вот смотрите, какой. Классный. Так, везем его. Вот это птичье молоко с пудникой. Выглядит классно. И на вкус очень интересно. Не скажу, что необычно, но вкусно. Свежий вкус интересный. Так, ну я сейчас найду еще один. Так, вафельный нет. Вафельный, вафельный. Вот он. Вот видите, малиновый шарлот. Зимой малина дорогая, весной она дорогая. Летом ее много, и она дешевая. Вот как раз вот этот малиновый шарлот. Идеальный на лето. Я жду не дождусь, чтобы его приготовить. Вкусно. Вкусно и готовится просто, главное, быстро. Примерно на летом на приготовление идет час. Спасибо большое. И когда готовилась к встрече, я посмотрела у вас и в первой, и второй книге есть список того, что вам необходимо на кухне. Для того, чтобы начать готовить уже какие-либо десерты. Но в первой книге список больше, чем во второй. То есть эта первая книга, она все-таки на более продвинутого пользователя? Или вы уже просто... Почему так получилось? То есть обычно все любят начинать с того, что вот попроще и поусложнее. Ну, как мы сами, да, начинаем что-то готовить. Шарлотка, да? Шарлотка-кирпич. А потом уже что-то хорошее. А вы прям... Просто я посмотрела, конечно, для меня все рецепты, они так немножко дрожь вызывают. Ну, поэтому и называется-то книга «Слоеное счастье». То есть здесь не один слой, не два слой, а много различных слоев, много прослоек, много начинок, поэтому называется «Слоеное счастье». Эта книга больше... Ну, не скажу, что она только для кондитеров, потому что здесь есть и простые рецепты, но тортики довольно-таки сложные, но справляются, люди справляются. А почему я начала вот именно с этих? Потому что я давала мастер-классы вживые, у меня были, ну, такие сложненькие тортики, и предложили, говорят, давай напишем какие-то книги. Давайте. А как вы поняли... Да, вот как раз, а как вы поняли потребность того, что необходима книга для человека, который вот только входит вот в процесс приготовления торта, в печенье, и им нужно вот что-то действительно очень вкусное, красивое, но достаточно простое, то есть чтобы ты там попробовал пару раз, у тебя получилось, тебе понравилось, и ты уже вошел и мог перейти на более сложный уровень. Когда редакторы мне сказали, тему следующей книги – это простая выкатичка, я расстроилась, честно, очень сильно расстроилась. Я думала, выйдет вторая часть «Слоеного счастья», я думала, такие же будут сложные тортики. Ну, как рассказали редактору, все, послушалась, пошла снимать, подбежала ко мне, а Даня говорит, мама, я буду готовить, ну, давай помогай. Она говорит, нет, я буду готовить все сама. Я думала, классная идея, и вот так зародилась у нас такая идея необычная. Что проверено, но ребенка, значит, с вас не справится. Спасибо большое. Скажите, а процесс создания первой книги и второй, он сильно отличался, или вы уже смогли войти вот в этот поток именно подготовки книги, и вполне его спокойно экстраполировали уже на следующую книгу? Так, ну, первая, наверное, далась чуточку сложнее, потому что все-таки десерты там сложнее, приходило все это, уходило больше времени что-то приготовить. Вторая далась легче, наверное, как-то уже, все-таки, знала, каким образом первая пишется. Вторая, вторая была проще. Спасибо большое. У нас время потихоньку заканчивается, так что у нас осталось время на пару вопросов, и мы будем с большой радостью, где можно увидеть рецепт печенья. Ну, от себя могу сказать, что у нас он даже есть на сайте в анонсе мероприятия, а у вас? Ну, конечно, кроме книги. У нас... Так, ну, куда мы выложим? Что? А, нет. Ну, так, ну, давайте я выложу на своей странице тогда на следующей неделе, потому что на этой неделе пока все распланировано по постам, на следующей неделе я выложу. Вот. Но если что, да, не втерпевшись до следующей недели, у нас на сайте в анонсе этого мероприятия есть рецепт. Безусловно, рецепт есть в книге. Да, и, так сказать, на правах рекламы сегодня у нас в интернет-магазине на книгу 15% скидка. Так что весьма неплохой бонус. Скажите, а у вас были такие ситуации, когда вы пробовали какой-то новый десерт? Просто вы несколько раз сказали аллерген на нутеллу, это прозвучало очень больно, если честно, для меня. Бывало ли такое, что вы вводили какой-то новый ингредиент, пробовали его в своей выпечке, и оказывалось, что он вам вообще не нравится, или, ну, не дай бог, конечно, аллерген на него? Так, ну, аллергии у нас нет. Ну, бывает, если дети переедят какую-то сладость, он может немножко высыпать, но это очень редко, поэтому, ну, как такового не было, чтобы там, ой, вот это вот ужасно, я это добавлять не буду. Даже некоторые десерты я сыры добавляю, такие как бурбулио, камамберы. Нет, я бы не сказала, что такое, что... То есть ни один ингредиент вас не разочаровал прям, по-моему? Нет, 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 нет. Это замечательно. А у нас есть... Можно заменить нутеллу, спрашивают. Вот, нутеллу можно заменить абрикосами, консервированное. Можно заменить яблоками. Яблоки надо нарезать, снимать всеми кубиками и обжарить на сковородке, то есть, чтобы они размягчились немножко. Но это уже сложнее и дольше. Самое простое – это с абрикосами. Очень быстро, просто. И, честно скажу, интереснее, чем с абрикосами получается. Ещё мы забыли, знаешь, что делать? Посыпать сахаром. Нам надо было смазать желтком и с ягодом посыпать сахаром. Нет, шоколадом растоплено нельзя. Можно как начинку использовать ягоды, например, вот в этом рецепте? Ну, смотрите. Так, ты побольше сыпь не помнишь. Ну, видите, ягодную, ягодную, она может дать сок. То есть, нам надо эту ягоду чем-то загустить. Либо это крахмал, то есть, мы готовим заварную крему, либо какую-то ягоду брать, чтобы она... Ну, вот сейчас же они не совсем сочные ягоды, такую можно попробовать. Но главное – не сочную, не которую у нас обычно бывает в июне, в июле. Такой, точнее, в июле. В июне еще рановато для сочной кубники. Может дать сок. И смородину тоже ее не совет. Ну, сок от нее. Скажите, а вообще рецепты в вашей книге, они предполагают какую-то вариативность? То есть, попробовал, понравилось, но вот что-то попробовал? Или же лучше прям жестко придерживаться того рецепта, который вы указали? Если уже есть опыт приготовления, то, конечно, можно экспериментировать. Где-то такую начинку, где-то вместо абрикосов вишню использовать, где-то вместо смородины чернику, либо абрикосы, опять же. Конечно, начинки можно, конечно. Но вот чтобы храмовку менять, я бы не советую. Кто-то мне говорит, ой, у меня аллергия на глютен, можно ли я заменю вот эту муку пшеничную на рисовую муку? Каким образом меняю? Спрашу, 50, но много. Один к одному я говорю, нет, они совершенно по-другому готовятся. Мы не можем просто так заменить одну муку на другую или уменьшить количество. Здесь уже надо подбирать именно рецепт, без бутеновой височки, другой, но не мой. Не надо менять муку, надо какую-то другую. А начинки менять можно, конечно. А начинки менять можно, конечно. Да, еще и селток можно ли? Селток можно ли? Можно, либо вообще можно не использовать его, ничего страшного, они у вас и так будут золотистые, красивые. Можно попробовать сливками. Я, конечно, не пробовала, но, кажется, попробуйте. Интересно. Пасло получится. Скажите, какие можете дать, давайте так, три совета начинающему кулинару? Так, три совета начинающему кулинару. Ну, во-первых, это почаще готовить. Все приходит с опытом. Первое. Второе. Строго следовать рецепту. То есть, вот как написано, все-таки следуйте рецепту. И третье – это весы. Купите весы, потому что в весах я очень сомневаюсь, что что-то получится путное. Иногда мне пишут, а мне вот то-то не получилось. Я говорю, взвешивали? Нет, я на глаз. Я говорю, ну, понятно. Если я на глаз, то здесь уже я ответственно себя сняла. То есть, это не моя вина, что работа не получилась. Вы просто сказали весы, и так хотелось немного еще вернуться к тому списку необходимых вещей на кухне. Скажите, по поводу каких гаджетов для приготовления больше всего предубеждений, что они не нужны, и что можно справиться и без них? Весы. Кто-то не покупает весы. Термометр. Те, кто профессионально, более не профессионально готовят, обязательно нужен кухонный термометр, чтобы измерять температуру карамели, температуру крема, когда нам можно добавлять сливки, когда их нельзя добавлять. Давай, что? Миксер. А, миксер, вот, говорит. Кто-то думает, что можно справиться. Начинаете кондитеры, но когда начинают готовить, они пытаются без фотоэффициентного миксера таким ручным сдить меренгу, приготовить макаронс. Купите миксер стационарный. Пусть он будет не такой дорогой, как вот Питчин, как вот Кен, вот пусть будет тысяч за семь, но будет спорт, который будет у вас стоять, и вы хоть как-то сможете куда-то отойти, хотя бы у вас будет все это сбиваться. Чем вы будете с этим миксером улучшиться на медленной скорости. Ну и, конечно, вот тут такое есть замечание, у меня три термометра, все показывают разную температуру. Вы с таким сталкивались? Ну, у меня есть один, который, да, показывает как-то неправильно, но надо найти, надо найти. Надо, можно, знаете, как можно померить температуру кипящей воды, чтобы уж точно было 100 градусов. В общем, эмпирически проверить, в принципе, возможно. И уже так в завершение нашей встречи я, конечно же, хотела узнать о ваших ближайших творческих планов. Ближайших творческих планов? Ну, это надо посоветоваться с редакторами, пока планов ближайших таких книг особо никаких нет. Если будем писать, то, возможно, какую-то книгу с обычной едой муж прям мечтает, чтобы ему все начисали книгу, связанную с мясом, с обычной едой, а не с этими десертами. Елизира, спасибо вам большое за то, что вы сегодня к нам присоединились, за этот мастер-класс. Я помню обещание про Наполеон, если он когда-нибудь получится, я обещаю вас отметить. Кстати, у меня в книжке есть самый простой децепт Наполеона. Не в этой, а в той книжке есть простой децепт Наполеона. Можно попробовать. Я обязательно воспользуюсь, попробую. Спасибо вам огромное. Мы действительно очень рады, что вы уделили нам время, приняли участие в нашем стриме. И, конечно же, во все это достаточно непростое время, но и, в принципе, как и всегда, мы с удовольствием желаем вам и всем вашим близким крепкого здоровья. Хорошо, спасибо. Вам тоже большое спасибо. Я еще хотела спросить, вы эфир будете сохранять или нет? Да, смотрите, эфир будет сохранен, будет у нас в IGTV сутки, и, соответственно, уже завтра он будет на нашем канале на YouTube. Может быть, я тогда рецепт вам отправлю, а вы его добавите в комментарии к этому видео? Да, да, давайте, мне кажется, это прекрасная идея. Да, я тогда вам отправлю, и вы уже выложите рецепт. Так что, да, все, кто спрашивал, рецепт переезжает в комментарии под видео. Посмотрите, все сейчас будет сделано. Спасибо вам большое. Спасибо вам. До свидания. До свидания. Пока. Дорогие друзья, на сегодня это все. Я хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто присоединяется ко всем нашим эфирам. Для нас это действительно очень важно и очень приятно. Ссылка на книгу в сторис. Перейдите, посмотрите. 15% скидки никто не отменял. Также не забывайте, что при заказе вы получаете в подарок журнал «Читаем вместе». Если вы не успеваете присоединиться ко всем нашим эфирам, это очень-очень неплохая альтернатива для того, чтобы быть в курсе всех книжных новинок. На сегодня это все, но мы здесь каждый день, хотя нет, не все. Я хочу напомнить, что у нас, как я в начале эфира сказала, уже открылись магазины, и если вы скучали по этим прекрасным прогулкам по книжным, то вы можете их всегда возобновить. Мы будем очень рады и будем вас ждать. И, конечно, ждать на наших эфирах, потому что встречи с авторами пока остаются здесь. На сегодня теперь точно все. Спасибо вам большое. Следите за собой и будьте аккуратны. Субтитры создавал DimaTorzok